В крупнейшем агрохолдинге республики идет реконструкция. 10 новых птичников будут построены уже в августе этого года. Инвестиционный сельскохозяйственный проект реализуется при поддержке Сбербанка России. Сегодня глава республики побывал в птицеводческом хозяйстве. Подробнее в следующем сюжете. Ускоренное развитие животноводства – одно из важнейших направлений приоритетного нацпроекта развития АПК. Ставка на крупные инвестиционные проекты. Один из таких реализуется на агрохолдинге Юрма. Мясо птицы – продукт диетический, поэтому потребность в нем большая. Если хочешь соответствовать потребностям рынка, то без модернизации не обойтись. Сегодня есть спрос. Раз есть спрос, выгодно сегодня производить все виды сельскохозяйственной продукции и продукты переработки. Поэтому наши крестьяне настроены, наши птицеводы настроены. Все то, что производится у нас – это абсолютно качественная продукция. Понятно, может быть, не на том уровне вопроса переработки. Но с малых лет детей, детишек мы должны приучать, что нужно питаться качественным обитанием. Крупуса новых цехов уже возведены. Следующий шаг – техническое оснащение с учетом современных агротехнологий по выращиванию птицы. Агрохолдинг уже получил первый денежный транш. Вторая заявка на стадии рассмотрения. Во многом этот проект уникальный не только для Чувашской республики, но этот проект уникальный вообще в целом для Волговецкого банка. Один из самых крупных сельхозпроектов в нашем портфеле. Мы инвестировали практически 3,2 миллиарда рублей в развитие производства. Поэтому для нас он большой и значимый. До этого я встречался с Акондом, например, тоже не менее значимый клиент для нас, но и для республики в целом. Гордость республики и гордость вообще, я считаю, России. После полной реализации проекта на рынок будет уходить около 52 тысяч тонн мяса птицы в год. Вполне достаточно, чтобы закрыть свои собственные потребности в этой нише. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.